Здорово, незнакомец. Вау, детка. Только посмотри на эти колесики. Не видел такого несколько лет. Чем старый Крис может вам помочь? Хм. А вы когда-нибудь слышали об Анклаве? Не было их тут где-нибудь поблизости? Анклав? Групп какая-то, что ли? В первый раз такое слышу. Чё от них надо-то? Так я вступить хочу. Вступить? Это дикарь-то вступить хочет? На что им сдался дикарь? Да не, я серьёзно, я хочу вступить в силу Анклава. Минуточку, вы чё хотите сказать, что вы из пополнения? Да-да-да, именно так. А, чёрт, ну тогда прошу прощения. Я должен принимать новичков, но мне же приходится и всякую шваль отсеивать. Ладно, значит. Теперь через лес к воротам идите и на воротах пароль сказать надо. Пароль овечья голова. Да, из тропинки лучше не сходить. Спасибо. Прекрасно. Нашли мы навара. Узнали пароль. Картинка висит. Нет, не висит. Супердупер. Всё с ней классно вообще. Она себя прекрасно чувствует. Ну чё? Поговорим с ним ещё немножечко. Вообще, что это за место? Это место моё. Крисово, стало быть. Заправка это. Знаете, я в старых журналах картинки... Знаете, в старых журналах картинки печатали. Вот она самая тут у меня есть. Заправка называется. А винтокрылов тут не видели? Винтокрылые интересная тема. Чё они вас вдруг заинтересовали? Так, вы знаете, что такое винтокрылые? Расскажите мне, что вы знаете. Да, летают тут время от времени. На юг обычно. Во Фриско. Если вы ищете винтокрыл, вам туда. Ну ладно, туда я подамся. Что ж, приятно было поболтать. Вот вам один совет. В этих вот местах, кроме пустошей до радиации, ни черта нет. Цивилизация вся на юге. Я бы на вашем месте прямо туда и пошёл. Спасибо. Так. От тебя мы избавимся на всякий случай, как и от нежелательного свидетеля. И мы за это даже карму получим. Вот у него рация была, по которой он мог явно сообщить что-нибудь про нас нехорошее. Этого он теперь сделать не сможет. Вот, говорит Daydreamer, можно было с самого начала вступить в Анклав и играть за него, уничтожая братство и так далее. Да, больше свободы, больше возможностей. Но тогда получилось бы, что это была бы отдельная игра бы уже. Так, ну вот есть ещё спуск вниз. Здесь можно спуститься сразу в подземелье Базнавара. Но мы этого делать не будем. Мы побежим через деревья сюда вот, на север, к дороге и ко входу базы. Турацию надо отдать Вику. Да, Daydreamer, я её обязательно отдам. Но только когда мы с ним встретимся на том свете, К сожалению, Вик немножко мёртв, поэтому ему её сейчас сложно передать. Но я новобранец, мне сказали, что вы меня ждёте. Понятно. Пароль? Овечья голова. Один момент. Хорошо, я вас пропущу. Доложитесь разводящему сержанту. Идите через ворота. Пройдёте собачий питомник и первая дверь направо. Ладно. А что у них есть с собой? Такой батарейки, которые мне нафиг не нужны. И вот как раз собачий питомник здесь. И первая дверь направо. Что у нас тут? Стимпаки. Батареечки. Не то чтобы батареечки мне были сильно нужны. Но вот тот самый сержант, с которым нам нужно поговорить. Не сказать, чтобы на самом деле нам нужно было с ним говорить. Кто-то, кстати, в соседней комнате разговаривает с другим солдатом или с другим человеком из Анклава в их броне хирбанной. Добро пожаловать в лагерь Наварро. Итак, прибыло пополнение. Как вас зовут, рядовой? Я Дайсмастер. Что такое? Что тебе нужно, савага? Меня зовут Дайсмастер, сэр. Я вам не сэр? Я сам зарабатываю себе на жизнь, идиот! Будете звать меня сержант? Или сержант Дорнан? Ты меня понимаешь? Так точно, сержант. Великолепно! Рыщевангард. Там будет ваш пост. Работа сложная. Понятно? Что я буду охранять, сержант? Идиот! Не смейте обсуждать приказы начальства! Скажу прыгать, будешь прыгать! Скажу драться, будешь драться! Скажу умереть за родину! Умрешь без разговоров! Я ясно излагаю! Так точно, сержант! Ох, какой сержант! И мы, кстати, в броне уже, поэтому он нам не предлагает надеть броню. А что если мы ее, например, снимем? И он теперь патрулирует местность. Если посмотреть, он где-то здесь должен ходить. Ну, по крайней мере, раньше так работало. Вот он, да, вот он, вот он. Ходит такой. Охранник. Или это не он? Да, похоже, это он. Ну и пока он тут ходит, можем посмотреть, что здесь находится, где. Не пробовал вызвать анклав из электростанции Гека. Пробовал, Мурзилка. Успешно вызвал. Это даже получилось. Эй, дружище! Руль... Рауль не любит, когда трогают его бракло. Вон отсюда! Окей, Рауль. Не нервничай. Смотри, кошачья лапка, которой нафиг не нужно. Ну, больше книжечек. Патруль, я так понимаю, обход продолжается. Срочно нужно возвращаться. Стоим, не двигаемся. Смотрим, как он отреагирует на отсутствие брони у нас. Чё броню снял? Хочу узнать, как он отреагирует на отсутствие брони. Вот чё. Привет, Китаором. Пушки и пули очень нужны. Нужно Гуччи. Обязательно нужно без этого никуда вообще. Стойте на посту, пока вас не сменит солдат. Хорошо, вы уже на месте. Да, я на месте. Как вы видите. Ну, в общем, продолжаем нести пост. Если сержант поймает вас без формы, он вам задницу оторвет, вместо головы поставят. Да? Солдат, что вы тут делаете? А ну-ка марш на пост! Его, по-моему, не сильно беспокоит то, что на нас нет брони. Давайте ещё немножечко повеселимся с сержантом. Он классный, действительно. Он реально весёлый. И... Чё-то у нас не работает крыша. Окей. Снимем броню. Мы с ним поговорим сейчас без брони. Пожалуйста, пожаловать в лагерь Наварро. Итак, прибыло пополнение. Вы одеты не по форме, солдат! Где ваша силовая броня? Мне не выдали её на базе. Сказали, здесь выдадут. Под бумагом мараки. Как чёрт их побери, я должен командовать охраной, если они даже обмундирование мне не дают! Рычка в арсенал! Получить обмундирование обратно ко мне! С докладом! Свободны! Так точно, сержант! Ну а ещё для тех, кто смотрит это в записи, я добавлю бонусный вариант диалога с сержантом Дорнаном, который я пропустил на стриме. Но он один из самых таких колоритных. Добро пожаловать в лагерь Наварро! Итак, прибыло пополнение. Вы одеты не по форме, солдат! Где ваша силовая броня? Ну, мне не выдавали броню. Вот как? И вы думаете, я этому поверю, салага? Вот она правда. Вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Его стоимость будет вычтена из вашего жалования. И вы будете служить, пока вам не исполнится 510 лет! Потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы оплатить комплект силовой боевой брони модель 2, которую вы потеряли! Доложите об этом в арсенале! Получите новый комплект, а потом вернётесь и доложите мне рядовой свободным! Так точно, сержант! Молодец, сержант, конечно! На самом деле, исправно исполняет свой долг по защите базы! Вы что, спятили? А почему одеты не по форме? Приведите себя в порядок! Ладно, вот так! Да, сэр! Я здесь недавно и пытаюсь освоиться на базе! Можно задать вам несколько вопросов? Конечно, солдат! А что у вас за работа? Я техник-связист первого разряда! Я старший смены! В основном смотрю, чтобы другие техники ничего не напортачили! Хорошо, продолжайте работать! А где главная база Анклава находится? Солдат! Всем тем, кому действительно нужна эта информация, её сообщают по службе! Если вы спрашиваете, значит, вам этого знать не надо! Ну что же! Что же вы! Я вам не дикарь какой-то! Форма у нас одинаковая! Видите эмблему на броне? Так точно, сэр! Главная база находится в Тихом океане, у побережья Сан-Франциско! А можно узнать, почему вы спрашиваете, сэр? Я провожу проверку уровня информированности персонала базы! Ну, конечно же, для обеспечения безопасности! Не подумайте чего! Теперь перечислите мне все известные лично вам способы добраться до главной базы! Так точно, сэр! Во-первых, главным образом для сообщения с главной базой используются винтокрылые! Вследствие большой сложности устройства крайне маловероятно, чтобы подрывные элементы могли управлять винтокрылом! Во-вторых, в порту Сан-Франциско стоит исправный танкер! Однако танкер выведен из строя, чтобы запустить его, нужен ключ доступа! Ключ находится у начальника базы! В-третьих, при наличии соответствующего снаряжения, можно попробовать добраться до главной базы вплавь! Но вероятность выживания практически равна нулю! Спасибо! Свободны! Но... Мне еще нужно взглянуть на чертежи винтокрылов! Где они хранятся? Наверное, это в отделе эксплуатации, рядом с авиадиспетчерской! Дошло! Тогда на этом все! Мне пора идти! Видите, как Изи просто развели ребят! Как детей! Но они явно не привыкли, что здесь кто-то еще может быть, кроме солдат Анклавы и других сотрудников Анклава! Дэйс, прочти, пожалуйста, пишет Капреллен! Дэйс, заметил, что когда едешь к Хакунину, то музыка немного другая! Серьезно! Ну, вроде бы две музыки, которые играются во время переездов по пустоши! Одна из них играется, по-моему, когда ты просто двигаешься сам по себе на своих двоих, а вторая, когда ты ездишь на машине! Ну, чтобы она как-то менялась, я что-то такого не припомню! Давайте Буфау-то возьмем! Он явно им не нужен! Так, остальное мы не трогаем! А здесь у нас находится повар! Поговорим с поваром! Эй, солдат, ищешь жрачку или просто поговорить охота? Ну, давай поболтаем чуток! Ну, так и о чем поговорим? А что здесь вообще в целом происходит? Сплетнями интересуешься, я тебе все рассказать могу! И про службу эксплуатации, и про медицинскую лабораторию, и что у солдатиков делается! Да? Правда? А что происходит в службе эксплуатации? Рауль, механик винтокрылов, терпеть не может Квинси, шефа службы эксплуатации! Эти двое вечно лаются, но, по-моему, это у них не на почве работы! В любом случае, Рауль просто наглая свинья, а вот Квинси парень что надо! Надеюсь, в конце концов, он возьмет вверх! А-а-а, понятно! Так, а что можно сказать о медицинской лаборатории? В лаборатории располагается умник из Анклава, распоряжается! Шребер его зовут, проклятый сукин сын, ему на все и на всех плевать! Он там устраивает какие-то опыты с когтями смерти, не знаю уж, зачем ему это надо! Да шумел он просто страшное дело! А потом у полковника лопнуло терпение, мы поставили звукоизоляцию! Что ж, интересно! А что насчет солдат? Ха-ха! Поговорим про любовь Марко и дружище! Похоже, один из этих кретинов в компьютерной лаборатории всюрился в вашу девочку-охранницу в медицинской лаборатории! Придумал ей дурацкое имечко! Зовет ее Снуки! Хе-хе-хе! Не больше, не меньше! Мило! И больше ничего не случилось! Да вроде вот и все! Если еще что узнаю, сразу дам тебе знать! Люблю поговорить про эти дела, только послушать еще больше люблю! Спасибо! И с чего начнем? Ладно, думаю, хватит меня сплетен! Меня интересует винтокрыло! Как думаешь, если я захочу посмотреть на их чертежи, где мне их взять? А на че они тебе сдались? Да хотя ладно, фигня! Думаю, Квинти держит их у себя, в службе эксплуатации! Да, где это? В северо-восточном углу базы, дружище! Не ошибешься! Ладно, спасибо! А где вообще главная база анклава-то? Ну, прям странно, как это ты не знаешь, из студентцев, что ли? Самая главная база прямо посереди этого распроклятого океана! Может, не совсем посереди, а вроде того! Туда только на винтокрыле или на корабле, но черт, корабль просто так и не поплывет! Чтобы этой штуковиной управлять, тебе ключ нужен! Да, ключ, говоришь? Ну да, ключ доступа! Полковник его у себя в кабинете держит! Без него на корабле не зайти никуда! И так, что местные с фриск сами по себе к нам в гости не приедут! А где кабинет полковника? А ты спустись на лифте на один этаж! Иди по коридору, до большой развилки! Оттуда прямо! Спасибо! Главное, пора на пост! Хотя, с другой стороны, пожрать есть чё? Ну вот, пожалуйста! Это сдохло, это сварено, это вообще чёрт знает что! Лопай! Спасибо! Там чё-то выдал? Нет, похоже! Ну вот, шкафчики какие-то ещё! Вонрук там ещё интересное! Полечись! Да да, полечиться — это хорошая тема! Как бы зачем? Патрончики! Не знаю, нужны они мне или нет! Скорее, нет, конечно же! Но не могу просто устоять никак! Они так и манят к себе, так и манят! Говорят, дай слутай нас! Так вот, если батарейки я уже не лутаю всё! Говорят, ещё нужно запирать обратно замки, для того, чтобы больше опыта получать за это! Но опыта за это не дают больше, потому что за запирание не дают, а за повторное отпирание тоже не дают! Так что это всё какая-то идея забыла явно! Вот, тут ещё один какой-то шкафчик! Не забудьте силовую броню забрать! Конечно, Билл Мэйлин! Обязательно заберём! Право были коммунисты, болтун, находка для шпиона! Ну так, надо всё-таки проводить какие-то разъяснительные работы с персоналом! Тренинги там всякие по технике безопасности! Там будут, понимаешь ли, болтать разные люди! Всякое важное первому встречному! А, да, там же книжка! Хотя эта книжка, нужна ли она мне? Ремонт 83! Да нет, вот, ремонт, возможно, нужен! Вообще, база Анклава, на самом деле, не такая же большая в наваром! Так что, в принципе, можно с ней достаточно быстро справиться! Мы после того, как возьмём чертежи и выполним... Ох ты! Мотор! Мотор довольно полезная штука! А вот эти вот отмычки тоже большой набор! Очень хорошая штука! Суперрем-набор, пожалуй, оставим! Без него обойдёмся! Это же один и тот же контейнер! Нет, это разные контейнеры, между прочим! Есть один сверху, который с инструментами! Есть ящик снизу! Привет, скилл! Китауар говорит, нет, не так! Это шпионная охотка для болтуна! Ну, если ты так говоришь... То, наверное... Извини, дружище, у меня нет времени на болтовню! Ясно? Мне надо оживить эту птичку! Прекрасно! Я тогда пошёл! Пойду-ка зайду к соседним вот этим вот ребятам! Или вот здесь должны быть чертежи винтокрыл! Чертежи винтокрыл! Должны быть здесь, насколько я помню! Это у нас что за компьютер? Компьютер, компьютер! Ехал компьютер через компьютер! Видит компьютер! Компьютер, компьютер! Окей! Не до разговоров ему! А тебе? Смотрите на здоровье, только ничего не трогайте! Окей! Да, солдат? Я здесь недавно и пытаюсь освоиться на базе! Можно задать несколько вопросов? Конечно! У меня есть несколько минут! Это что за место? Это авиадиспетчерская! Отсюда мы управляем полётами всех винтокрылов! Хорошо! А что у вас за работа? Я техник-компьютерщик первого разряда! Я поддерживаю связь с Супер-ЭВМ, который стоит под землёй! У вас там Супер-ЭВМ под землёй! Прекрасно! Тогда я пойду погляжу на вашу Супер-ЭВМ! Так, а ты кто такой? Такая... Нечего докладывать! Ну, наверное, к лучшему! Окей... Тут пусто! Тут тоже не густо! Ага, здесь стол какой-то и даже не один! Запервичное запирание незапертой двери вроде должны давать опыт, говорит ITC-Lock! Нужно теперь заново проходить! А, ну это, видимо, я просто потому, что запирать пробовал то, что я только что отпирал! Да, да, да! То есть, видимо, я просто путаю и за запирание, если не было до этого заперто, могут давать опыт! Логично! Тут Квинти за всё отвечает! Да? И чё же тут Квинти у нас? Есть! Вот эту броню вообще нужно брать? Нет! Двадцать весит! Наверное, нет! Эй, не суй нос в эти ящики! Окей, окей! О, электронные отмычки! Улучшенные, гравижные! Тоже нафиг не нужны, но почему бы и не взять? Ну, просто для коллекции, знаете ли! Что у тебя, друг мой, есть? У тебя тоже какая-то ерунда! Окей! Меня зовут Квинти, солдат! Почему у тебя такой потерянный вид? А зачем ты хватаешь меня за локоть? Привет! Мне кое-что нужно спросить у тебя! Хорошо, только быстро! Не аминтаризация! Техник сказал мне, что здесь у вас есть чертежи винтокрыла! Техник сказал, Рауль что ли? Это он тебя послал! Не, по-моему, не Рауль! Слушай, ты, Эйнштейн, я не могу отдать тебе чертежи без разрешения, ясно? Так что возвращайся к тому, кто тебя послал, и возьми у него бумагу! Ладно, 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 ясно! Техник сказал, что здесь у вас есть чертежи винтокрыла! Рауль что ли? Да, это Рауль, теперь я вспомнил точно! Черт возьми, этот Рауль давно бы голову потерял, если бы она не была так крепко к жопе пришита! Уже в третий раз за этот квартал он теряет эти несчастные чертежи! Ах, и теперь у него пороху не хватает даже самому прийти ко мне за ними! Ладно, они там, в шкафчике! Да, и когда отнесёшь, скажи этому болвану, что я хочу сказать ему пару слов! Спасибки! Планируешь ли чатик допиливать? Всегда планируем! Планируем! Эти силок, говорит, заново проходить теперь нужно, да? Ну а как ещё? Теперь заново, да, по-другому никак! Поехали вниз! Что же у нас здесь? Внимательно смотрим! Ну мы в первую очередь побежим сюда, в эту сторону Со мной всё в порядке, а вот как насчёт тебя? Тоже всё хорошо Пройдём мимо И сбежим В оружейную Сразу же здесь что-нибудь полутаем хорошего Например, нет, от них не взрывчатку Например, синий модуль, модуль памяти Рендер-сетап не просто дикарь приезжает А приезжает дикарь, одетый в хорошую Отличную просто бронь И выглядит так, как будто бы он один из них Это просто маскировка называется А вот, кстати, другая ещё более крутая бронь Которую мы надеваем И теперь мы вообще полностью сливаемся с местным персоналом Нас не отличить Ещё одно плазменное ружьо На всякий случай стоит с собой прихватить Ну-ка, как у нас теперь характеристики выглядят? Резист к обычному оружию 60% К лазеру 90 К огню 75 К плазме 65 К взрыву 70 Вычет урона 15, 19, 16, 15, 20 Неплохо В общем, я бы сказал, просто отлично Никогда не понимала разницы между пластидом и динамитом в игре Да, волосы той и другой взрываются Если нет разницы, зачем платить больше, да, как говорится У кого это 25 хп? У кого-ка? У меня, конечно же Тут имеет смысл стырить импульсную винтовку А юни здесь берут рендер-сетап У меня куча дел Зайдите попозже Отлично Обязательно зайду попозже Не раз Есть у вас чём Не, я даже стимбаки воровать не буду Потому что ей бы нефиг Это подъём вверх А здесь у нас находятся учёные Давайте с учёными разберёмся Начнём с компьютера Все они с пистолетами какие-то Как на лицо просто Пожалуйста, ничего не трогайте Да, солдат Так, а чё за место? Это компьютерный зал У нас тут супер-ЭВМ Рядом с ней терминал А здесь устройство хранения данных На голографической ленте Последние величайшие достижения техники Да, а вы чё тут занимаетесь? Над чем работаете? Я главный компьютерный аналитик Я слежу за работой всех систем Скажите, могу я на минутку взглянуть в систему Посмотреть её, понимаете ли? Но вообще-то никому, кроме специально обученного персонала Не разрешается пользоваться нашим оборудованием Оно очень сложное, хрупкое, сами понимаете Обещаю ничего не сломать Хорошо, можете войти в систему через этот терминал Только будьте осторожны Пожалуйста, если вы повредите эту машину Нас обоих расстреляют Да, и гостевой пароль Снуки Снуки? Что ещё за чертовщина? Снуки — это прозвище моей девушки Мне кажется, это пикантно Кстати, это она вон там в холле Она в охране служит А, пикантно Спасибо Тебе без брони с ним надо было поговорить Да, тогда бы он сказал найти броню забрать здесь У тебя обычный МК-1 или МК-2? МК-1, МК-2 она только на главной базе Анклава Она там, собственно, на вышке Будем когда защищать Навара? Может, будем Может быть, даже скоро Пока не знаю Посмотрим Введите пароль Снуки Добро пожаловать в Анклав Ваши права в системе на этот раз ограничены Для облегчения работы системы В ней установлен синтактический анализатор Для английского языка Пожалуйста, задайте форму стандартных продолжений На английском языке Так Где главная база Анклава? Поиск Обращение к географическим картам Данные получены Штаб-квартира Анклава расположена в Тихом океане В 175 милях от побережья Калифорния Координаты 37 градусов 18 минут северной широты И 120 градусов 7 минут западной долготы Чё вся эта фигня значит? Поиск Обращение к словарю на английском сленгом Данные получены Перевод следующий Это очень далеко в океане Это ближе всего к побережью Калифорнии Это к западу от города Сан-Франциско Если вы не разбираетесь в системе географических координат Вы не сможете найти это место Ладно, как туда попасть? Данные получены По данным файлов транспортного каталога До штаб-квартиры Анклава можно добраться 1257 различными способами Однако, согласно тем же записям В настоящее время доступны только два По воздуху на винтокрыле Снавара И второе морем на корабле, стоящем в гавани Сан-Франциско Просим иметь в виду, что транспортное средство корабля Помечено как невозможное Транспортировка посредством корабля помечена как невозможное Согласно акту о соблюдении безопасности Номер бла-бла-бла-бла-бла-бла Корабль выведен из строя Для приведения его в рабочее состояние требуется ключ доступа В настоящее время ключ находится у начальника военной базы Навара Кажется странным, говорит рендер-сетап Что главная база Анклава в океане Ведь в результате войны По идее должны были выкипеть океаны Почему выкипеть? Да не, нормально с ними все Перед тем как идти на верную смерть Задонась кому-нибудь все свои стимпаки Говорит Дэй Дример Неплохо, неплохо Простую силовую броню можно улучшить Говорит Билл Мэллин У хабологов, насколько помню Да, я этого еще не делал Так Где находится кабинет начальника базы? Кабинет начальника находится под землей к северо-востоку В северо-восточном квадрате базы Чертежи винтокрылов мы уже нашли Где арсенал? Все Спасибо за использование услугами Сетин Клэвнет Сенс работы завершен А что если мы попробуем ломануть доступ? Давайте попробуем Запуск программы приветствия Чем могу вам помочь? Думаю, это все Спасибо за использование услугами сети Серьезно? Да, в общем-то больше ничего нового мы здесь не получим Несенную вышку первые должны были вынести Говорит рендер-сетап Это что? Она там была очень хорошо засекречена Просто стелс-вышка О, синий пропуск Который на самом деле нам не нужен Мы его возьмем Потому что у нас лутянка И ничего с этим поделать не могу А вот кошачью лапку брать я уже не буду Что-то уже слишком Вы не мой хозяин Я не могу говорить с вами До встречи Окей Так наука качаная Уже взломали Все еще Там просто два варианта Либо узнать пароль самому Либо взломать И без пароля То же самое получить Так Мы видим ученого И он говорит Надеюсь у вас были веские причины Отвлекать меня от работы, солдат Да, у меня есть пара вопросов к вам Хорошо Если Приходится жить С тупыми солдафонами То можно сделать над собой усилие И попытаться с ними поладить А че это такая Ну че комната звукоизолированная В процессе исследования Я провожу эксперименты Над подопытными объектами Иногда они очень шумно реагируют Начальник базы это мешает И он приказал установить звукоизоляцию Почему в другой комнате У вас коготь смерти Здоровенный Коричнево-уродливый Этот эксперимент уже завершен Материал предназначен для утилизации Зачем вы его собираетесь убить У Анклава нужны дешевые солдаты Которых не жалко пустить в расход Мы заинтересовались когтями смерти Потому что у них уже есть броня и оружие И они дьявольски злобные Нужно было только сделать их поумнее Чтобы они могли понимать команды Но не настолько умными Чтобы они начали своевольничать Пока понятно? Да, вполне И мы преуспели Нам удалось повысить их интеллектуальный уровень Однако я начал подозревать Что мы зашли слишком далеко Возможно, они стали намного умнее Чем следовало бы Поэтому, когда меня перевели сюда Я захватил с собой одного из них Чтобы проверить свою теорию на практике И? Я оказался прав Когти смерти специально притворялись тупыми Чтобы выиграть время И научиться от нас всему, чему могли Они даже умеют копировать человеческую речь Я вот даже беседовал с тем экземпляром в соседней комнате Ну ладно Уже сам факт того, что они сумели придумать такой план И пойти на сложный обман Доказывает, что они невероятно опасны Так что вы собираетесь делать теперь? Ну и заложу свои выводы в рапорте И отправлю в анклав Разумеется, мне придётся рекомендовать Уничтожение выведенных нами когтей смерти Они слишком опасны Понятно Скажите, док, а вы уверены, что эта комната Звуконепроницаема? Конечно уверен Иначе у начальника базы Родимчик бы случился А что? Да вы так просто любопытно Потом узнаете А что это за статуя собаки у двери? А это К-9, моя собака Я решил проверить, нельзя ли вмонтировать ему интеллект При помощи кибернетики Это сработало Но животное потеряло верность хозяину Пёс решил, что ему не нравлюсь И моя работа тоже не нравится И укусил меня Ну а в качестве наказания я отключил ему ноги В остальном он функционирует нормально Теперь он вынужден сидеть Тут наблюдать за тем, что я делаю Хоть это ему и не нравится То есть что, его можно починить? Да, конечно, я удалил у него мотиваторный блок И отдал Раулю в отдел эксплуатации Его всегда можно поставить на место Возможно, когда-нибудь я так и сделаю Чтобы проверить, не исправился ли он Ясно А чем вы вообще здесь занимаетесь? Я врач этой базы Но это не основное мое занятие Вообще-то я генетик А что такое генетик? Я сомневаюсь, что ваш интеллектуальный уровень Достаточно, чтобы понять суть моей работы, солдат Скажу проще Что я могу переделывать людей и животных Да, понятно А что это за место? Это... Здесь было госпитальное отделение базы Но я считаю, что мои эксперименты гораздо важнее Незначительных медицинских нужд, солдат Так что я устроил здесь лабораторию Ух ты, вот это здорово И кто же вы напоследок? Скажите Меня зовут Шребер Доктор Шребер Помимо всего прочего, я местный врач Не трудитесь называть своими солдат Вы все солдафоны в этой броне выглядите одинаково Дошло Ладно Доктор, у меня есть для вас небольшой подарок Раз уж комната звукоизолирована То, я думаю Будет неплохо, если вы отдохнете Вы убили доктора Шребера Получили Тысячу очков опыта И 25 единиц кармы Заметьте Двумя партиями Доктор Билл бешеный Пришлось его пристрелить Жизненная функция хозяина прервалась Вы мой новый хозяин? Конечно Ты, похоже, славный пес Прекрасно Мне нужен ремонт, хозяин У меня снят мотиватор Найдите его, установите И я присоединюсь к вам Так, ну и ты знаешь, конечно же Что он находится у Рауля, да? Да, да Нет, то есть нет, хозяин Не знаю Я бы посмотрел в служебной Службе эксплуатации Ты вверх по лестнице В северо-восточной части базы Ладно Поищу Так, еще есть какой-то смерти Давайте с ним тоже поговорим Прошу прощения, солдат Доступ запрещен Всему персоналу базы Я вынужден Просить тебя удалиться Но док просил меня Прикончить Подопытное животное Сам он не хочет этого делать Ах, я так и знал Что этого ублюдка Пороху не хватит сделать Это... Нет, конечно Пусть лучше зверь Одного из нас уроет Ну хорошо Иди Удачи тебе, солдат Спасибо Привет, снегами Теперь играет в РБ В Республике Беларусь Таки успел на стрим И уже есть служебный пароль От Wi-Fi В санатории Ааа, ты в санатории Ну что ж Приятного тебе отдыха И хорошего просмотра стрима Приветствую тебя, человек Я воин Зарн Ты мой палач Нет, ну я так бы вообще На самом деле хотел бы тебя спасти Мне очень трудно поверить Что солдат Анклава Собирается спасти меня Скорее всего Ты хочешь Вселить мне надежду А потом отнять ее Но вообще-то нет Я тебя и правда хочу спасти Это моя последняя надежда Так что я поверю тебе Вот эта дверь ведет В вентиляционную шахту Которая выходит в лес Я могу подняться вверх По шахте И выйти на свободу Но дверь надежно заперта И для того, чтобы открыть ее Нужен ключ Найди ключ Открой дверь Освободи меня Ладно, так и сделаю Наверное, тот самый ключ Который мы уже нашли Дааа Вы освободили Зарна Спасибо тебе Еще раз Друг Я в неплатном долгу Перед тобой Конечно, конечно Давай там Бывай Тут еще шкафчики есть Но, к сожалению, пусто Почему ты меня так смотришь, солдат? Говорят, вас зовут Снуки Мне кажется, это пикантно Что? Он вам разболтал? Ох, сменюсь я с поста Похожу ему, где раки зимуют Ты проходи, проходи, солдат И смотри Смотри с морды эту ухмылку Ладно А у тебя есть что-то А у тебя есть что-нибудь там В карманах? Нет Ничего нету Так, что произошло? А, это просто, видимо, коготь смерти ушел Окей Что ж, нам нужно забрать ключ от корабля Это очень нужно Для этого нам нужно Говорить каким-то образом Местного сержанта Видеть человека в силу брони Но перед тем, как к нему попасть Нас останавливает охранник у двери Да, гущий, я понимаю, что нужно подлечиться Если один внезапный мыстрел меня убьет То, ну, что поделаешь Такова судьба избранного И охранник говорит мне Сэр, по какому вы делу? Что это за место? Это кабинет начальника базы Доступ запрещен всему персоналу Прошу вас, уйти, сэр У меня есть дело к полковнику А какого сорта дело, сэр? Нам позвонили из службы охраны Похоже, они боятся, что ключ от танкера Пойдет не в те руки Надо его забереть Господин полковник Тут ребята из службы охраны С главной базы приказали Обеспечить безопасность ключа Да, так точно, сэр Входите Вот, видите Сейчас обеспечим безопасность ключа И все будет хорошо Перед этим обеспечим безопасность Вот этих шкафчиков Ага, вот ключ танкера Как раз, собственно говоря Ну, большая научная книга Как-то мне нужна Еще какой-то компьютер есть По виду просто компьютер Если потрогать Если наукой Но, в общем, все равно тоже Просто компьютер Heavy man использует любые батарейки То есть в зависимости от того Какими батарейками заряжаешь волосы Я и теми, и теми заряжал И маленькими заряжает На меньшее количество просто за раз Вот и все Вот вся разница Так, ну что, засейвились И поговорим Ключ там Ключ там, в шкафчике Пусть дежурный офицер Свяжется со мной Когда ключ будет в безопасности Свободная Так точно, сэр Все Безопасили ключ Прекрасно Осталось караулю забежать У слова снуки Несколько значений На Urban Dictionary Говорит некрофагист Самое подходящее, наверное Это удар по лицу От человека больше тебя После того, как ты выпил Серьезно? Ты уверен, что это Самый подходящий вариант? Я че-то нет Извини, дружище Но у меня нет времени на болтовню Ясно? Мне надо Оживить эту птичку Док хочет починить свою собаку И просил меня Прийти и забрать деталь Эй, дружище Эта штуковина там в ящике Возьми и скажи док Что Рауль передавал привет Спасибо Да-да Передам доку обязательно А как бы ты перевел Какие значения ты знаешь? Я никаких значений не знаю Волос Я вообще Человек неграмотный Что от меня хотите Просто мне кажется, что Ну это немножко не подходит Под ситуацию в игре То есть С чего давать прозвище Которое значит Эта Ладно Окей Есть еще удары с подтяжка Ну может быть это чуть ближе Конечно Хотя хрен знает Давайте применим Деталь Оп Заработали опыт Починили К9 К9 И вот это Вообще На самом деле История с этими собачками Их тут две Они связаны В Fallout 2 Есть одна собачка Которая в НКР Находится И там тоже доктор Который занимается Кибергенетикой И здесь Собственно Есть доктор Который занимается Генетикой И у него собачка И они раньше были друзьями Но они потом что-то поссорились Вообще Один решил порвать с Анклавом И уехал в НКР Соответственно И соответственно С собой прихватил одну из собак А у этого вот эта собачка Но она кстати Более крутая То есть По характеристикам Она значительно лучше Ну типа Говорит Волос Она может быть Миниатюрной дамой Которая Горячий нравом И может смело Ударить человека Не по шансам Ну В таком варианте Может быть Да Есть какой-то смысл В этом Кенайн Кенайн Считается Как Книна То есть Переводится с английского Как собака Ну да Получается Кенайн Он звучит Проблизительно Как собака Хорошо Ну и Собак нам говорит Да Хозяин Все Он к нам присоединился Уже Давай поговорим Об оружии И снаряжении Чем ты владеешь Вообще Зубы Хозяин Блестящие белые штуки Установленные В моей пасте Прекрасно Прекрасно Тогда Тогда все Ну тогда Наверное Надо сваливать Отсюда Мы взяли Чертежи Вертеберды Мы взяли Броню Мы Взяли Ключ от Танкера Мы обязательно Сюда вернемся Убьем здесь Всех Но позже Пока же Мы поднимемся Наверх Через вот эту Лестницу Я думаю Если ничего Такое Однако его надо Брать с собой Когда уходишь Из навара Иначе Это палево И на тебя Сагрится Так я как раз Ухожу Все хорошо Песик Что-то медленно Ходит Очень Еле-еле Лапами Передвигает Больше У нас Никаких Дел Тут Нету Нету База У нас Гости В секторе Три Жду Распоряжение Убить его Понял У вас База Так А ты Кто у нас Импульсный Пистолет У него Плазменный Пистолет И Гаусс Пистолет Окей Ребята С пистолетами Вы Явно Не на ту Цель Напали Но Вам очень Повезло Что сегодня Я очень добрый И я спешу Укушите Бан Наемников Ребята Ребята